Сэс-контроль, сэс-контроль. Вот так мы работаем, работаем, да, 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 да. Всем привет, мои хорошие. Сегодня у нас базар, и я хочу показать вам. Два дня нам было запрещено выходить из домов. И сегодня понедельник. Запрет отменили. И начался такой более-менее нормальные наши дни. Перед входом на базар есть специальные такие камеры, где еще проходят дезинфекцию. Людей мало, правда? Ну, слава богу, что жизнь опять началась у нас. Ашка пока спит, ждет себя. Выспится и потом пойдет на базар. Я и не буду никуда выходить. Началось движение, вот. И там стали продавать. Ну что? С собачками гуляют. В общем, тепло так хорошо, друзья мои. Мои гвоздичечки. Что вы делаете, мои гвоздичечки? И этот расцвел, посмотрите. Посмотрите, сколько у меня белой коленхои. Не знаю, побрызгала лекарством свою пальму. Что из нее получится. А это вот эти цветочки на малии. Бегония, бегония, кажется. Мне кажется, она начала приходить сюда. Вы видите, как серьезно ездят. Говорят, пожалуйста, сидите дома. И вот и я, мои хорошие. Всем доброго утра. Сейчас мы будем завтракать с Ашкымом. Покажу, что я приготовила на завтрак. Хлеба не было. Пирожки ели. Не хотела очень много нагрузки мучной. Поэтому решила изменить немножко свой завтрак. Покажу. Ну, вот такой завтрак я сделала. У меня было лаваш остался. От Антони одна штука. И был еще уфка такой лист. Сухой-сухой. Я смазала мацони с яйцом внутрь. Посмотрите, какой вышел. Амашкин тады на бак. Сейчас не открыли. Мы еще свои баночки с зелеными маслинами, с черными маслинами и с сыром, и мед. А я вот, мои хорошие. Это пикмес. Он от вирусов, от всех. Из винограда. Банан и яблоко. Хотя я встала уже 3 часа назад. Но вот. Только сейчас завтракаем с Ашкымом. Ашкым, а фетосу? Сентады на бак бы у насыл. А чмагиби? Соли-соли. Кюзель? А фетосу. В общем, быстрый завтрак за 5 минут. Мои хорошие, мои золотые, мои любимые подписчики и зрители моего канала, а также гости, которые первый раз посетили мой канал. Одна моя подписчица попросила меня показать, как я варю турецкий кофе. И сейчас мы приступим к кофеварению. А потом продолжим наши посиделки на кухне. Спонсор моего канала – онлайн-платформа «ГИГОС». Приступим. Чтобы приготовить вкусный турецкий кофе, вам понадобится кофеварка. Я делаю две порции кофейной чашечки. Турецкий кофе, естественно, сахар и вода. Холодная вода, никакая не кипяченая, холодная. Это ароматный турецкий кофе. Значит, смотрите, чашки у меня огромные, чтобы было вкусно. Я полные чашки, полную ложку, две полных ложек. Я вообще пью без сахара, но так как сейчас показываю вам весь этот процесс и эндер, кто-то просил мне называть его по имени. Так вот, я, значит, положу чуть-чуть сахара, на две порции. И вот, смотрите, мои хорошие. Вот неполные чашки, чтобы место было для пенки, потому что я уже знаю порцию моей кофеварки. В принципе, могу и на глаз уже сколько раз готовить. Всё, смотрите. Сейчас я отправлю её на газ. Кофе по-турецки, кофе по-турецки, грузинский варится по одной технологии. Вот как только, смотрите, начнёт нагреваться, вот так вот размешаем наш кофеёк. И будем ждать появления пенки. Ну, а я тем временем покушаю клубничку. Аж кем только пришёл с базара. Чеснок 15 лир, 3 зубочка. Не дольки, а зубочка. Чеснок самый дорогой. И я всё сейчас выложила на балкон, потом покажу вам, что он купил. Ну, в основном фрукты и овощи. Потому что здесь действительно, вот за что я люблю Мерсин, 2 лиры кабак. 3 лиры под тлиджан. Ну, что это? Баклажан. Грейпфрукт 1,5 лиры, друзья. Ну, где вы такой ещё базар увидите в других странах? Я сужу по Грузии. И там цены в 2 раза дороже. Так что, не раздумывая, приезжайте в Мерсин, в Турцию. И тепло, и всё. Сегодня у нас очень тепло. Классно так. Надо уже скоро... Дела в доме не заканчиваются. Надо сейчас уже, смотрю я, стирать свитера все. И прятать все зимние вещи в шкаф. Вытаскивать летние. Потому что... Поэтому надо одеваться и дома нормально. Потому что выходить-то некуда. А клубника, знаете, какая вкусная? Сладкая. Пахнет клубникой. Вот видите, начинает появляться пенка. Но пока ещё не время её собирать. Кофе нельзя кипятить. Тогда какую бы пенку вы не снимали в течение этого процесса приготовления, она у вас исчезнет, вообще не появится. Поэтому... Вот сам этот процесс, поэтому я хочу вам показать. Вот видите, начинает уже, да? Ещё раз помешаем хорошо. Потому что там сахар. Если бы сахара не было, я бы столько не размешивала бы. Нам для балкона нужно сейчас зонтики купить, там что-то... Стол, стулья. Аж кому говорю, по интернету можно, говорит, купить? Конечно, говорит, можно. Вы представляете, интернет вообще супер. Сейчас всё в сетевом можно купить. Сетевой это что? Это что-то связано с интернетом, мои хорошие. Так что, кто ещё сомневается, что в интернете можно заработать, и в интернете можно покупать всё абсолютно, вы глубоко ошибаетесь. И приглашаю также в мой бизнес. Всё стоит, везде кризис, а я усердно работаю, поэтому я в YouTube захожу только ночью. Очень-очень редко, когда у меня днём есть время. Так, мои хорошие. Вот посмотрите, видите? Видите, какая пеночка? Вы видите? Вот сейчас можно уже её снимать. Смотрите, раз ложечка. Одну чашечку. Раз ложечка. Другую чашечку. Можно ещё пеночку снять. Вот. Пеночку снимаем. Видите? Сейчас самый ответственный момент. Прошу внимания. Вот смотрите. Всё, снимаем. Вы видите? Оно ещё не успело всё закипеть, а начало подниматься, как шапка гриба. Всё, наша кофе готова. Сейчас мы аккуратно... Знаете, как я делаю? По половинке, чтобы одинаково было гуще, там, бетой пеночки, в обе чашечки. Несколько этапов раз заливать. Два этапа. Вот помешать хорошо надо, чтобы и пеночка была, и гуще было. И посмотрите, какая пенка. Вы видите? Вот видите, сколько бы вы не наливали, всё равно пенка будет. Ну, вот так готовится кофе по-турецки. Сейчас мы будем с Ашкымом пить. Позову я её и узнаем новости, какие на базаре. О новостях на базаре смотрите в следующем видео. Спонсор моего канала онлайн-платформа ГИГОС. Подписывайтесь на мой канал. Со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата.